МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия обвинила турецкую сторону в поджоге лагеря мигрантов. Ситуация в Сирии. США ввели новые санкции против Ирана и Ирака. Открытие древнего города Дара не осуществляется из-за отсутствия разрешения. Объявлен тендер на демонтаж и перенос небольших мостов вдоль проекта Константинопольского канала. Как указано в заявлении, прочная основа исторических мостов от Абаш и Дурсенку будут демонтированы и перемещены, а поврежденные участки будут восстановлены. Одабашский мост расположен к северу от озера Кючукмэкчэ в Урфе. Мост Дюрюнсюкю расположен примерно в 350 метрах к юго-востоку от села Дурсенкю. Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 372, сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, количество случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 43. Излечились 28 человек. Для сравнения отметим, что по положению на 27 марта в стране было зарегистрировано 329 зараженных. Госдеп США решил выделить Армении 1,1 миллион долларов в рамках всемирной борьбы с коронавирусом. Общий пакет составляет 274 миллиона долларов, который будет предоставлен 64 странам, находящихся под угрозой. Турецкие власти подожгли палатки в лагере мигрантов на своей стране, границе Гецгреции, в районе Еврос, перед тем, как вывезти собравшихся там мигрантов, заявили в пресс-службе правительства Греции. Вместе с заявлением была распространена и видеозапись пожара. СМИ, которые опубликовали отснятый материал, сообщают, что турецкие власти мигрантов на автобусах увезли в неизвестном направлении. Агентство новостей САН и Ньюс сообщает о том, что жители города Камышлое перегородили проезд для американского военного конвоя, в состав которой входят 5 бронетранспортеров сирийцы. Заблокировали шоссе, по которому колонна США намеривалась продолжить движение, в результате чего американские солдаты были вынуждены развернуться. Напомним, в начале недели военные Соединенных Штатов также столкнулись с сопротивлением жителей населенного пункта Хербет-Хамо, которые также оказались в проезде к американскому конвою. Между тем, военный источник в сети Facebook Radio FM сообщает о протестах в городе Рас-Аль-Айн на севере провинции. Демонстранты были разогнаны военнослужащими ВС Турции, около 40 из них были задержаны. В США ввели санкции против 20 компаний в Ираке и Иране. Об этом сообщает Radio Свобода. Так, санкции введены против 20 базирующихся в Иране и Ираке компаний, а также против должностных и других лиц, которые обвиняются в поддержке террористических групп. Отключается, что компании и частные лица причастны к контрбанде оружия для Йемена, продажи иранской нефти, внесенной в черный список США, сирийскому правительству, пропагандистским усилиям, враги и запутывания иракских политиков. Древний город-крепость Дара в регионе Маргин Западной Армении пока не могут найти, так как нет официального разрешения на раскопки. Город, известный своей исторической архитектурной структурой, ждет своего открытия и продолжает сохранять свою тайну на протяжении тысячелетий. Город был построен римлянами в 500-х годах для защиты от сосанидов, а затем использовался как старое кладбище. 12-километровый участок старого города похоронен под землей. Для начала раскопок нужны разрешения. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню о Ханчеляхе. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...